Народ, всем привет! Сегодня у нас будет видео два в одном. Все как вы любите, надеюсь. Опять у нас баланс белого гуляет, сейчас мы его зафиксируем. Сегодня мы будем с вами разговаривать про магазин, такую торговую сеть, как Рестор. Это, на секундочку, хочу отметить, что это премиум реселлер многих брендов в России. Премиум реселлер, наверное, под собой подразумевает то, что это должно быть какое-то, ну, какое-то не такое обслуживание, как вне премиум реселлерах, Техносила, МВидео, ДНС, Медиамаркт, хотя многие из них уже умерли. Ладно, смотрите какая ситуация. Сейчас я найду в кошельке у себя чек. У меня очень много чеков в кошельке, потому что я постоянно какую-то технику покупаю для подписчиков. Ну, короче, много всяких разных движений происходит. Вот смотрите, вот это чек Рестора, в котором ни хера ничего не видно. Но по этому чеку в Ресторе я покупал себе колонку Харман Карден. Точнее, не я покупал, а жена мне его подарила, когда, кстати, работала в Ресторе. Между прочим, кстати, да, это интересная тема, но потом об этом. И она ее купила, эта колонка стоит что-то в районе 15-16 тысяч рублей. У этой колонки, что интересно, что она работает без провода, примерно 8 часов заявлено на сайте. И что самое главное, что у нее срок службы 3 года. Это такие условные вводные данные. Эту колонку мы купили примерно год и 5 месяцев назад. То есть ей больше года, но меньше двух лет. И, соответственно, эта колонка попадает под закон о защите прав потребителей по, по-моему, только 14-15 пункт о том, что... Точнее, статья 14-15. О том, что если потребитель обнаружил недостаток в колонке, который был заложен изготовителем, то он имеет право на, соответственно, гарантийное ее обслуживание в случае, если докажет, что этот дефект был заложен производителем, а не он сломал эту колонку. Окей? То есть это вводные. Еще раз повторюсь, колонки полтора года, срок службы у нее 3 года, гарантия от Harman Kardon 1 год. По закону прав потребителей до двух лет могу обращаться. Вот так вот она выглядит. Это считается премиум-сегмент по вот именно беспроводной акустике, потому что она классно звучит. То есть в плане звука эта колонка прям хороша на 10 из 10. Что ж, после того, как я обнаружил вот эту вот хрень, что она у меня плохо, а я поехал летом на дачу, то есть первая выездка была на дачу этим летом, и, соответственно, зиму я и не пользовался, то есть гарантийный срок я и не пользовался толком, активно пользовался только летом. И вот как бы полтора года использования. Я обнаружил, что она у меня держит всего там 30-40 минут, и я подумал, блин, ну, я ее купил у премиум-реселлера, соответственно, я имею шанс, возможность по закону обслужить эту колонку, чтобы там поменяли батарейку. То есть по закону, опять же-таки, я на это могу рассчитывать. И я приехал в ближайший рестор, потому что рестор, в котором я непосредственно покупал вот эту вот хреновину, рестор этот закрыт сейчас, потому что карантин, вот это вот все происходит. И я обратился в рестор, ближайший к моему дому. Мне, соответственно, предложили написать претензию, типа, что тебя не устраивает, что ты от нас хочешь. Я пишу, что в соответствии с 14-15 пунктом, в статье закон о защите прав потребителей, я обнаружил там дефект, который, очевидно, не зависит от меня. То есть я ее не ронял, не кидал, потому что нету внешних дефектов, да. У нее не работает аккумулятор должным образом, потому что заявленные часы работают, по-моему, лишь 6 или 8 часов, без разницы. И продемонстрировал, да, что она работает у меня полчаса всего. Ну, очевидно, что я этот аккумулятор там не скрывал ничего, потому что она вообще, по-моему, неразборная-то колонка. То есть тут, очевидно, будет, кстати, полностью замена этой колонки, скорее всего, производиться. На что мне в ресторе, в премиум реселлеры, дали листок вот так вот кинули. И сказали, вот ты заполни, что там тебе надо, и мы, как бы, отправим нашим юристам. Это еще раз, я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что это премиум, блядь, реселлер. То есть премиум реселлер, где дают листок, и говорят, ты заполняй, короче. И наши юристы тебе ответят. Я такой, ну, окей, ладно. Заполнил эту бумажку, оставил, и буквально там через дней 10 мне приходит ответ. Нет, приходит ответ, чтобы вы понимали. То есть вот это официальный, сейчас мы сфокусируемся, это официальный почтовый адрес рестора. С mrrestor.ru, это космопорт у нас, от управляющего, соответственно. Ну, вот их все реквизиты. И здесь открывается вот такой вот скан. Вы можете, в принципе, сейчас поставить на паузу и прочитать. Вот номер исходящего. То, что я обратился к ним. И вот, как бы, да, что они говорят. А теперь, кто на паузу не хочет ставить и кому лень читать, еще раз повторюсь, это официальный ответ от рестора. Вот логотип их юридического лица Inventive Retail Group. Теперь зачитываю, что ответил рестор. И это, наверное, будет вам всем таким, ну, не то чтобы уроком, но пояснением, как у нас работают продавцы и производители техники, вот за исключением Apple, по именно вот этому второму году гарантии. То есть, если в Apple мы приходим в авторизованный сервисный центр, сдаем вот iPhone, и нам его обслуживают без проблем. То есть, надо просто написать то, что я хочу обслужиться на второй год гарантии. Ну, вот на второй год обслуживания. Что же отвечает мне премиум? Блядь, вот я хочу акцент этого всего, да, что это премиум реселлер, продавец Apple, Harman Kardon, вот этих всех вот брендов. Они говорят, вы к нам обратились в ответ на вашу претензию. Хотя это была не претензия, я обратился за обслуживанием гарантийным. Они это перевели в формат претензий зачем-то. Не знаю, зачем. В отношении товара акустическая система Harman Kardon сообщаем, что отношения, возникающие между продавцом и покупателем, регулируются законом Российской Федерации от такого-то о защите прав потребителей. Я с этим полностью согласен. Согласно пункту первому статье закон о защите прав потребителей, потребитель вправе предъявить требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. Я обратился в срок годности, да? Согласно пункту второму статье 19 закона о защите прав потребителей, гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю. Ну, по чеку. Окей. Вместе с тем, пункт 5 статьи 19 закона о защите прав потребителей устанавливает, что в случаях, когда предусмотренный договором гарантийный слог составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, то в пределах двух лет потребитель вправе предъявить продавцу или и изготовителю требования, предусмотренные статьей 18 закона о защите прав потребителей. То есть, вернуть бабки, поменять, отремонтировать, если докажет, что недостатки возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. То есть, очевидно, что я должен доказать рестору, что проблема, которая у меня с колонкой, она была изначально заводом-изготовителем заложена. А если вы погуглите Harman Kardon Go Plus Play Mini, вы увидите, что это повальная проблема. У этих колонок у всех через 6-7-8 месяцев отрыгивает батарейка. И рестор как бы с этим соглашается, они говорят, да, что ты имеешь право, все. То есть, премиум-реселлер почему-то взял, начал со мной вот эти юридические отношения, взял у меня претензию и ответил мне на претензию следующее дальше. Таким образом, законодатель нормативно установил, что бремя доказывания момента возникновения недостатков лежит на потребителе. И вот тут становится интересно. То есть, рестор говорит, что законодатель положил на потребителя бремя доказания того, что был недостаток. И вопрос, как я должен рестору это доказать? Ребят, вот у вас есть, вот смотрите, я обычный потребитель, я знаю, что у меня есть второй год по закону о защите прав потребителя. Я прихожу, говорю, у меня батарейка, блядь, не держит. Ну, очевидно, что батарейку я не ковырял, не ломал, она вся целая. То есть, мое доказательство, что вот батарейка не держит, колонка целая. И эти доказательства до них не подходят, потому что они говорят, что нужно вам, знаете, что сделать? Согласно правовым документам, соответственно, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых она ссылается как основание для своих требований и возражений. Потребитель вправе, а в данном случае обязан, они мне пишут, провести соответствующую экспертизу товара за свой счет, если иное не вытекает из договора. Единственным надлежащим доказательством, может быть, принято, в том числе судебными органами, является экспертное заключение. Таким образом, без экспертного заключения мы не можем обслужить ваш товар по гарантии. Рестор мне просто заявляет, что, чувак, мы премиум реселлер, мы тебе продали колонку за 15 тысяч рублей, да, есть закон, по которому мы должны ее обслужить, но, учитывая, что ты не можешь нам доказать, и у тебя нет экспертизы, а экспертизу стоит сделать на эту колонку, я не знаю, наверное, столько же, надо обратиться в официальный сервисный центр, заплатить им там тысяч, наверное, 10 за то, что они ее вскроют, продиагностируют, вынесут вердикт, что батарейка не, как бы, ну, она не соответствует заявленным характеристикам, да, она перестала держать заряд. И оплатив экспертизу в стоимость вот этой, блядь, ебучей, сука, колонки, только тогда с этим документом я могу пойти в суд, подать этот документ, заплатить там какую-то пошлину, наверное, и через суд Рестор мне вернет ее стоимость. Но только вопрос, блядь, а нахера это делать, если эта колонка будет стоить дешевле всех этих экспертиз, походу, в суд моего времени, вы на это и премиум реселлер, Рестор, понимаете, вот это вот такая фишка. У Apple все просто тоже, ты приносишь телефон в авторизованный сервисный центр, говоришь, мне не работает, они его диагностируют, если он действительно не работает, они его обслуживают. Я позвонил в Хармон Карден, вот в этот вот бренд, непосредственно, да, понял, ну, может быть, они законы как-то чтят, они говорят, чувак, ты его где купил, я говорю, в Ресторе, так в Ресторе обращайся, потому что у тебя чек, чей Рестора, не интернет-магазин Хармон Карден, поэтому иди, пожалуйста, к ним. Вот так. Все, конец, блядь, истории. Одноразовый кусок говна, который у меня теперь работает, по сути, только от сети, который стоит 15 тысяч, это еще и отзыв об этой колонке, ребята. Ни в коем случае не покупайте акустику Хармон Карден беспроводную. Может быть, она, которая встраивается там в машины или какие-нибудь системы для дома, там, 10 в одном или еще что-то, они нормальные. Да и звучит, нет, звучит она хорошо, то есть со звуком проблем нет. Но вот то, что через, блин, а я и пользовался мало, да, то есть если ее активно дрочить, то за год, наверное, вы успеете ушатать батарейку, вам без суда поменяют ее. Но если и пользоваться в обычном режиме, там, на природу, когда ездишь, а я говорю, я включал ее, может, раз 30, наверное, то есть у меня батарея циклов 30, то вот так вот. То есть в суд экспертизу делает за свой счет и до свидания. Рестор, респект, Хармон Карден, охуенные батареи. Я вроде все сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова